Исторический парк «Россия. Моя история» не похож на обычный музей или на другое подобное учреждение культуры. Собственно, так и задумывалось организаторами. Это место создавалось для того, чтобы при помощи современных мультимедийных историй доносить до посетителей то, что зачастую вызывает скуку у ряда посетителей. На этот раз стояла задача рассказать о многовековой истории нашего края и достижениях сегодняшнего дня в доступной и понятной даже для школьников форме. Здесь открылась мультимедийная выставка, посвященная 85-летию Новосибирской области «Новосибирь-85» Центра притяжения. Мы вспоминаем историю, мы вспоминаем замечательных людей, которые делали эту историю. Мы вспоминаем всю ресурсную составляющую, которая есть в нашем замечательном регионе и чем славится наш регион. Самым главным, самым потрясающим ресурсом, который нас выделяет именно на карте Российской Федерации, среди всех субъектов Федерации, это, конечно же, люди, человеческий ресурс. Выставочный проект рассказывает об истории и жизни региона, которая, конечно же, намного шире, чем 85 лет со дня образования Новосибирской области. Ведь административные границы в Сибири менялись неоднократно. Область в 43-м году изменила свои очертания, она уменьшилась, выделилась и Кемеровская область из нее, и Томская область. Потому что очень бурное развитие промышленности, оборонной, прежде всего, промышленности в годы войны, привело к тому, что эффективность управления надо было именно в этом направлении развиваться и повысить эту эффективность. В 12 залах исторического парка «Россия. Моя история» посетители смогут узнать богатую историю Новосибирской области. От открытия уникальных городищ и поселений эпохи бронзы на ее территории до создания одного из крупнейших научных и промышленных центров России. Это огромный труд большой-большой команды. Это и сотрудники исторического парка. Это наши партнеры. Это 49 наших партнеров. Это десятки текстовых, цифровых, графических источников. И это очень интересный результат очень сложной темы. Одна из особенностей всех экспозиций в историческом парке – посетители сами могут выбирать интересующую их тему. И хоть и не прикоснуться к историческим вещам, но уж точно рассмотреть их во всех деталях. Экспозиция по случаю 85-летнего юбилея Новосибирской области не стала исключением. Причем речь не только об исторических фактах и находках археологов. Часть экспозиции, например, посвящена многочисленным народам, проживающим в нашем регионе. Так что это еще и возможность лучше узнать тех, кто живет с нами по соседству. Впрочем, лучше всего увидеть это своими глазами. На новой экспозиции, открывшейся в мультимедийном парке «Россия. Моя история». Продолжение следует...